Сегодня у нас очередное внеочередное заседание, 39 вопросов, из которых 16 по упрощенной схеме, 3 проекта постановления, ну и, наверное, те, которые, ради которых внеочередное организовывалось, таких там 4 вопроса. Мы их, безусловно, поддержим, но с нашей точки зрения в этой ситуации в самих мерах не хватает 3 элемента. Первый элемент – это прозрачность, потому что разговоров много, и уже общество смешит, когда президент по 5 раз поднимает вопрос, а он до настоящего времени пока стопроцентно не решен. То есть это говорит о неэффективности системы управления. Второй вопрос. По нашему мнению глубокому, есть колоссальное напряжение части людей, особенно предпенсионного возраста, которых новой пенсионной реформой вытолкнули в серую зону, и так называемые работающие пенсионеры. Потому что те, кто работал в серой зоне не по своей вине, им никто ни 5, ни 10, ни минимального размера оплаты труда не заплатил. А, к сожалению, те, кто находятся в предпенсионной зоне, они как раз в условиях ужесточающейся ситуации с уменьшением рабочих мест являются первыми кандидатами на увольнение. И это очень остро сегодня чувствуется на фоне обращений, которые есть в нашей фракции к нашим депутатам. Да, я думаю, ко всем депутатам, которые в той или иной мере проводят даже дистанционный прием. И мы считаем, что вот этому вопросу пока не уделено должного внимания. И мы среди вопросов, которые готовим для встречи виртуально с министром экономического развития, обязательно эти вопросы поставим. Кроме того, нам не очень понятно, на основании каких данных Минэкономразвития планирует падение 5%. Ну, если у нас сейчас многие отрасли упали на 80-90, и Китай даже, который, в принципе, с нашей точки зрения, за счет наличия очень эффективной системы управления, несмотря на размеры страны и экономики, реализует многие вещи значительно быстрее, ООН планирует около 10%. Поэтому, с нашей точки зрения, нам вообще-то надо наводить порядок со статистикой, потому что без наличия, скажем, правильной статистики невозможно принимать правильные решения. Ну и, конечно же, еще раз повторюсь, мы и в поправках с Валентином Сергеевичем, и сегодня во время обсуждения обязательно будем ставить вопросы. У нас много разговоров на трибуне Думы о парламентском контроле, но, с нашей точки зрения, надлежащего контроля за реализацией даже принятых правительственных решений нет. И если бы они были, то не было бы ситуации, когда президент дает одни указания, а о постановлении правительства написаны совершенно другие. А те, которые на уровне субъекта, уже третий. А до людей ничего не доходит вообще. РФ внимательно работала над законопроектами двумя. Первое – это изменение некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с тем, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить возможные новые этапы коронавирусной инфекции. Ну и второй, тоже очень важный закон – это изменение в Налоговый кодекс Российской Федерации. Там были наши поправки, и часть поправок, половина примерно принята. И многие поправки мы потом уже с остальными фракциями поддержали и подписали. В конечном итоге фракция поддержит образы законопроекта, потому что мы считаем, что это определенный шаг к тому, чтобы разрешить кризисную ситуацию в экономике. Но не полное решение вот этого кризисного вопроса. Прежде всего, мы считаем, что самая важная часть – это освобождение от всех видов налогов и страховых взносов малых предпринимателей, а их порядка полутора миллионов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, от уплаты всех налогов и социальных взносов. На второй квартал в течение трех месяцев отчетного периода. Второе. Разрешили, наконец, все вопросы, в том числе законодательные, по освобождению от НДФЛ тех самых выплат стимулирующего характера для врачей, медсестер и другого медицинского персонала, занято вот в этих кризисных работах с инфекцией. Притом поправка была внесена и обеспечивает таким образом освобождение не только стимулирующих выплат с федерального бюджета, но и с бюджетов других уровней, включая бюджеты субъектов и местного самоуправления. Третье. Безусловно, мы также фракция поддерживала. Это увеличение детских пособий до полутора лет, а затем до семи лет с полутора тысяч, соответственно, и трех тысяч рублей до шести тысяч семьсот пятьдесят двух рублей. Максимальная выплата теперь может уже достигнуть такого значения тринадцать тысяч с лишним рублей. Одновременно мы также поддержали ряд поправок, которые создают условия для того, чтобы предприятия, юридические лица могли бы направить средства на материальное укрепление, и материальные базы, и другого имущества, включая даже и денежные, в общем-то, средства для борьбы с коронавирусом. Мы их включили в производственные затраты или в нереализационные затраты, и тем самым обеспечили, чтобы предприятия могли бы поддерживать эти начинания, а от этого кризис, безусловно, будет меньше страдать наше население. Поддержали и некоммерческие организации, и общественные, которые помогают и участвуют в кризисных явлениях. В частности, поддержали, вчера поправка была принята, внесена нашей фракцией Гавриловым, религиозные объединения. Также предприятия, организации, юридические лица могут поддерживать эти религиозные объединения, притом всех конфессий без исключения, если они участвуют в реализации анти-кризисных мер, то есть помогают благотворительностью нашему населению. Волонтерское движение. Волонтерское движение, безусловно. Ну, там был интерес Единой России поддержать как раз Общенародный фронт, ну, в том числе, мы тут фракция воспользовалась вот этим моментами и решили... Расширить. Разрешили, да. Решили, разрешили круг. Значительно расширили. Но вместе с тем сегодня, подведя итоги этой работы, нужно говорить, что это только первый этап. Потому что нынешние вот эти решения, они не обеспечивают, к сожалению, выход на докризисный экономический уровень. И в этой связи мы предполагаем, прежде всего, что выход из кризиса, недопустение кризисных явлений, прежде всего, требует смены политической власти. Без смены нынешней политической власти никакие нормальные решения с точки зрения обеспечения достойного места Российской Федерации мировой, в мировом экономическом пространстве. И в целом, разрешение всех вот внутренних задач, поддержки большинства населения, решены быть не могут. Во-вторых, если частные задачи отмечать, то, прежде всего, наша страна выделяет на ВВП пока где-то 1,2-1,5% от ВВП для антикризисных мероприятий. Ну а ведущая страна выделяет там 5-6 до 11%, до 20%. Поэтому фракция будет ставить и дальше треть вопроса о том, что мы вот эту всю помощь экономическую, финансовую должны поддерживать для всех категорий нашего населения. И здесь правильно было сказано, что в серой схеме у нас где-то 20-25 миллионов человек гуляют, они сегодня остаются ни с чем. Да и малый бизнес, это порядка 15-18 миллионов человек, а с членами семьи их более 50 миллионов. Их тут же нужно поддерживать и нынешние меры, к сожалению, которые сегодня в законах принимаются, они недостаточны. Одновременно хочу сказать, что все налоговые послабления там по прибыль, по НДФЛ, они не столь при всем уважении к ним несущественны. Поэтому фракция вот в своей программе 10 шагов достойной жизни, вот в поправках, 15 поправках Конституции Российской Федерации, которые мы внесли, мы настаиваем на том, чтобы НДС вообще убрать, но в данном случае было бы правильным в нынешних кризисных условиях смягчить условия НДС. Сегодня можно было бы, как другие страны, как, скажем, Китай с 3% для малого предпринимательства, они уменьшили до 1%, Германия с 19% до 7%, а мы пока НДС все оставляем, и, конечно, это на экономику никак позитивно влиять не можно. Одновременно мы хотим сказать, что будем работать и по другим направлениям, и здесь правильно было сказано, мы должны обеспечить прозрачность всех этих расходов. Не дело, когда 8 апреля президент объявляет о том, что врачам там и другим выплачиваются соответствующие суммы, и до 15 мая никто не мог это делать, потому что по составлению правительства надо было исправить. Вот исправили через 6 недель, через полтора месяца, если так будем работать, а фракция Копорев категорически против вот такой схемы работы ручного управления. Должен быть плановый метод. Зато ФНБ будет больше. Да, мы сегодня считаем, что ФНБ тоже нужно обязательно занять и задеть, и оттуда нужно взять средства. Вот создается у нас сегодня впечатление, что ФНБ как было, так и остается, мы оттуда ничего не получим, а только за счет ослабления будем рисовать. У нас еще, кроме, скажем, людей, пострадавших от серой схемы, есть масса обращений как раз у тех, у кого дети от 16 до 18 лет, учащиеся в колледже. Но они говорят, они, во-первых, уже взрослые и кушают больше, чем маленькие, но мы пока мер никаких не увидели, мы пока сожалеем, что такие поправки наши не прошли, но мы будем настаивать на этом. Точно так же, как и на положении о том, что нам непонятна позиция, когда муниципальные, региональные, федеральные власти вводят ограничительные меры и принимают решение о штрафах, и в то же время отказываются обеспечивать нищее население средствами защиты, масками и перчатками. При том, что рассказывают, получивший в том числе серьезную помощь, скажем, тот же Алишер Усмалом, если верить вашим коллегам, 4 дня назад привез 25 тонн масок и перчаток. Ну их что, в магазин привезли? Ну раздайте хотя бы те, которые по гуманитарной помощи. И в этой ситуации, ну нам крайне удивительными были высказывания председателя комитета по бюджету на эту тему. Они, мне кажется, сверх циничны. Не наши поправки, вот его высказывания в части того, что 5 тысяч оказали помощь, а 10 тысяч надо на маске. Ну что это за помощь такая? Ну и конечно же, мы считаем, что наши меры неадекватны тем, которые оказываются в странах 20-ки. Если вы посмотрите, там первое, были обнулены процентные ставки. У нас, несмотря на небольшое снижение, на самом деле процентные ставки крайне высоки. Там была проведена и проводится политика количественного смещения, как и в 2008 и 2014 году. То есть, ну фактически за бюджетные деньги оказывается колоссальная помощь, идет скрытая национализация тех, кто подпадает под возможности банкротства. Ну и конечно же, мы считаем, что должна быть прямая помощь населению. Почему? Потому что если нет отложенного спроса, то все остальное, оно как бы косвенно. Спасибо вам, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин